Ну что, всем привет, это PUBG Legends. В общем, интересное тут время такое наступает. Сейчас покажу. Врываемся в топ-10 по вообще прохождению этапов, по прокачке. Что, в принципе, ну, конечно, неудивительно, с учетом, что здесь не так активно, не так много народу играет. Вот, поэтому сейчас все покажу. Собственно, не в достижение, надо зайти вот сюда. Вот, топ-10, локация 22.40. Ну и, соответственно, что нужно? Ну, нужно меня пролайкать, чтобы выше поднялся. На самом деле, нет. На самом деле, сегодня будем призывать, будем прокачиваться и, возможно, расти дальше, проходить дальше. 220 уровень этого мнения. Хухры-мухры, собственно, с чего начнем? С покупки необходимых свитков. Ну и, соответственно, дальше уже будет в таверне 162, 134, 200 без малого. Ну что, поехали. Усаживайтесь поудобнее. И сегодня что-то будет сочное и вкусное. Ну, я надеюсь. По крайней мере. Так, первая золотая карта. Кто это? Ну, аду. Ну, допустим. Кстати, не забывайте, что есть магазин. В этом магазине можно покупать свитки. Но у меня уже куплены, поэтому не смогу показать. Сейчас здесь еще отдадим. Так, собственно, выборочно получается. Стараюсь выборочно накатить, прокатить. Ну, здесь гарантированно герой прикольный. Давайте его возьмем, если выборит. Хотя шанс очень маленький. Ну, вот, падает хорошо. Он нужен, очень сильно нужен. Я его качаю. И сегодня внепланово ничего не падает. То есть, такой стандартный набор. Ничего нового. Каждый 50 свитков. Да, каждый 50 призывов. Выпадает пятерка. Все, как говорится, стабильненько. Ну-ка. Рен. А я, кстати, не помню. И не знаю. Если мы, допустим, какого-то персонажа выкачали в полную мощь, то что будет выпадать еще, что ли, карта на него? Как это вообще действует? Как работает? Или будут они, собственно, раскладываться на составляющие? Так. Давайте. Перезавраем. Ух, сегодня очень много будет. Всякого корма. Ну, вот с этим внепланово. Супер. Вот, смотрите. К примеру. Покажу вам, что я имею в виду. Вот у меня есть герой. Он на максимум. Шарум. Она, по идее, не может выпадать. Правильно я считаю или нет? Это тоже на максимум. Рен не на максимум. Рен мы можем повысить. Да? Одна. Как мы его повышаем? Насколько? Как это понять-то? Ёки-палки. А, у него четыре здесь. То есть, те герои уже, типа, шару не могут, да, падать? Хорошо. Мне просто интересно, вот когда будет вариант с... Вот как с Владимиром, да? То есть, не будет падать, что ли? Что, допустим, рекомендованный герой шару? Иногда такая тема бывает. Часто. Ну, я ее вкачал, все. То есть, загадка пока что для меня. Ну, так же, как с Владимиром. Если мы его сейчас вкачаем, по максимуму, что потом? Так, ну, а тем самым уже подходим к финишу. Пропуски. Вообще, жир много выпало всего. Ну, и, конечно же, вот и слопотех. Не забывайте забирать свитки. Конечно, вам не тап-тап херус. Где 30 или 40 процентов возврат. Тут совсем чуть-чуть. С 200 призеров. Ну, а у МАЗа тоже здесь лишними не будут. Ну, теперь, по традиции, мы что делаем? Заходим в компанию. Я вам показываю силу. 53, ну, вон, 54, такое время. Миллиона. И сейчас будет автопрокачка персонажей. Автоактивации. Владимир, кстати, Владимир еще не на фулах. Ну, погнали, ладно. Качнем их. Есть у меня вот эти ребята, которые акта автоактивировались. И, по идее, они сейчас будут гораздо мощнее. Смотрим. 54 ляма, напомню. Ну, и вот на 29 тысяч сильнее стало. Но это не решает, мне кажется, в бою особо дам. Все равно меня кладут. Столько призвал. Столько вроде качнул. Ну, но бесполезно. Бесполезно. Ладно, на этом будем заканчивать. Благодарю за просмотр. Радую вас роликами каждый день. Стараюсь. Записываю, конечно, наперед всегда. Вот. Ну, выкладывайте стараюсь каждый день. Чтобы вы радовались, смотрели. Ну, и тоже я не расслаблялся. Все. Пока-пока. Пока-пока.